девчонки всем привет я во всей красе в общем я решила снять сегодня такой домашний уютный влог хочу просто побыть сегодня дома мы сегодня целый день с сыном дома вдвоем будем что-то вкусное готовить будем заниматься какими-то домашними делами и вот сейчас у меня например утро красоты как я это называю я нанесла пилинг поэтому мне лицо довольно покрасневшие пилинг вот этот я не помню показывала ли вам его видео про косметику скорее всего нет потому что это как дополнительный наверное уход больше а там я показывала другие средства короче по-моему не показывал этот отшелушивающий энзим пилинг здесь есть небольшое содержание кислот фруктовых то есть его можно использовать даже летом он не вызывает пигментацию и стоит он недорого 450 рублей по-моему на 450 вот нанесла его он держится 10-15 минут я подержу прям минут 15 потому что вот ну есть что улучшить вчера вечером когда собиралась уже ложиться спать вообще поняла что много есть каких-то траблов на лице подобрала их я не могу это не сделать если я вижу что там уже все товарищ готов к выдавливанию и нанесла и фоквар до плюс у меня есть он причем вот этот вот у меня уже чуть-чуть его осталось здесь мне казалось я вот им начала серию его использование где-то недели две три назад пользовалась каждый день дней 5 и он мне очень сильно высушил кожу девочки блин при том что у меня кожа сама по себе не сухая она склонна чуть-чуть даже к жирности в тезоне то есть у меня прям такая нормальная кожа чуть-чуть совсем жирная раньше была жирнее но и фоквар до каждый день это явно не для меня и сейчас я прям понимаю что у меня кожа очень сильно высушена но вчера я его целенаправленно нанесла чтобы подсушить уже две минуты говорю такое долгое начало влога в общем сейчас пилинг отшелушить клеточки потом сделаю очищающую маску и увлажняющую обычно серию масок я делаю вечером чтобы особенно если в конце планирую какую-то питательную маску чтобы уже потом лечь спать прям можно с маской даже и все но сегодня как я уже сказала мы не планируем куда-то выходить я не планирую краситься вообще максимум губы это просто чтобы они не сохли поэтому сделаю с утра вечером пора не к шлягу спать зато возможно вот такие дела сегодня мы будем завтракать овсянкой на пару с сыном не на пару а на пару овсянка на воде и добавлю еще в нее ложку кокосовой манны все перемешаю еще разок видите я ее распробовала таки ем причем по чуть-чуть совсем ну что-то как будто уже по банке съел это не так и добавлю вот эту специю она мне сейчас прям везде идет на завтрак себе какао такой честно говоря по понятиям не имею где его купить так там приехала вода курьера встретила воду приняла я была не в этой маске в предыдущем пилинге к счастью для курьера ему повезло вот сейчас у меня уже глиняная масочка на лице это kills сейчас я вам ее покажу завтрак сварила что еще какао сварила кашу сварила сына почти накормила у меня ждет поэтому сейчас я побегу вместе с ним завтракать вот так и потом когда смою глиняную еще сделаю увлажняющую маску и патчи под глаза наверное положу не решилась пока вот такая вот масочка kills я вам ее по-моему показывал уже не раз вот это вот серия у меня есть от нее еще умывалка и тоник но я не пользуюсь редко потому что они очень сильно сушат кожу то есть я ими пользуюсь когда у меня какая-то случается неприятность на лице и мне нужно покушать то что там произошло а у меня за кадром самолет летает вот такая вот маска глиняная использовала уже больше полбанки пока не решила ее же возьму когда кончится это или попробую что-то новое но в принципе это меня устраивает и в качестве увлажнения финале буду вот этой масочкой тоже от kills с календулой и алоэ она очень очень вкусно пахнет такая вот желеобразная гелеобразная но она прям хорошо увлажняет когда вы наносите мне тут ранение на пальцы когда наносите она прям пощипывать начинает но приятно приятно на лице она выглядит вот так ну то есть практически никак она прозрачная собственно она гелевая и держать ее нужно всего пять минут я тут смотрю на инструкцию вот на пять минут вот с лепестками календулой там реально встречаются охлаждение мне сейчас конечно не нужно но успокоить кожу определенно точно надо и с этим она прекрасно справляется и увлажняет хорошо я уже ее честно говоря так проголодалась извините пожалуйста не утерпела сходила съела чуть-чуть коше у меня куча каких-то покраснений на лице iphone предательски усиливает все какие-то складки тени ну понятно как свет падает так это и выглядит что хотела показать что после всех масок я действую себя по-разному девочки иногда могу нанести просто крем иногда могу нанести крем с сывороткой смешать иногда могу добавить в крем масло ну то есть я смотрю по состоянию кожи и вот сегодня мне захотелось за окном довольно холодно ну не холод конечно у нас начало осени и это нельзя назвать холодом когда ты живешь в сибири ты понимаешь что еще тепло поверь вот но тем не менее мне как бы по состоянию моей кожи я вижу что ей нужно сейчас особенная забота помощь какая какое-то внимание не знаю я решила нанести концентрат вот этот вот от kills я вам вот точно показывала в видео с моим уходом посмотрите если не видели это видео ссылку оставлю внизу под влогом в инфобоксе он очень хороший мне нравится это именно утренний концентрат вы можете видеть что мне лицо так блестит но как я уже сказала я никуда сегодня идти не планирую я не планирую наносить никакую декоративную косметику по крайней мере на лицо и соответственно пусть блестит я максимум выйду из дома в общем я уже договорила он пахнет потрясающе чем-то цитрусовым на утро идеально благодаря еще и аромату понятно что он действует хорошо но пахнет просто потрясающе вот все я пошла есть свою овсянку заслуженную и потом еще чего-нибудь вам поснимаем а еще я сегодня наконец-то допиваю гиалуроновую кислоту которую я вам показывала упс которую я покупала на айхерп покажу банку вот она вот это вот почему наконец-то добиваю потому что девочки ну я что-то не уверена что она благотворно повлияла на мой организм я бы даже сказала наоборот невероятно сильно сохнут подушечки пальцев вообще вот это вот все жесть я даже показывать не хочу честно такое ощущение что она не насытила мой организм какой-то влагой изнутри а наоборот все вытянуло мне вообще сохнут руки все сохнет это у нас еще не включили отопление вот я сейчас этот блок снимаю на днях включат где-то я уже знаю просто что включили типа в детских садах у нас нету посмотрите на этот ужас около моих ногтей нет кошмар просто но я решила все равно и допить чтобы точно знать она не она все завтрашнего дня начну наблюдать за своим организмом еще себе куплю омегу-3 не сайхерба уже и буду теперь восстанавливаться не рекомендую на мне эффекта положительного не было точно скорее даже наоборот вообще не девчонки хотела поделиться с вами мыслями у меня тут лежит стопка книг которые нужно разобрать и тут тоже что-то что нужно разобрать в общем влог без прикрас без макияжа без прикрас волосы только высушивание хоть хорошо выглядит в общем потерпите меня немножко такой мне кажется это даже наоборот наверное интересно смотреть за человеком без каких-то масок не в смысле притворства в смысле вот без купюр или как это называется в общем я думаю вы меня поняли хотела поделиться такой мыслью что осень вообще для меня всегда ну как всегда последний вот не знаю наверное еще вот как я стала мамой с тех пор стал стала непростым таким периодом непростым временем года потому что как-то очень сильно ограничивать она ну я думаю не только меня начинала в плане передвижений она меня это очень сильно влияет как-то психологически что ли то есть дело в том что то место где мы живем на у нас нет детской площадке я сейчас не жаловься просто объясняю да почему у меня всегда осень вызывала какие-то депрессивные чувства состояние тоски какого-то уныния то есть мнение где было гулять с ребенком чтобы вот выйти погулять недолго потому что осень это обычно все-таки дожди и сырость прохлада слякать и куда-то ехать в какие-то парки парков у нас рядом нет площадке у нас ближайшие до них тоже нужно идти в общем я оказывалась отрезана от цивилизации с ребенком и на меня это прям очень сильно давило всегда то есть я прям чувствовала что я вот ну просто узник в замке сижу и не могу никуда нормально выйти это пять дней в неделю когда если допустим осенью у нас бывают разные но если честно я за последние года три не помню бабьего лета вообще и даже наверное не за три года подольше короче прошу прощения так происходит что осень приходит и все и она как-то приходит сразу прям с первого сентября готов снег выпадать практически и короче я всегда тосковала мне становилось тяжело морально что ты сидишь дома день 40 каждый день одно и то же там встала приготовил завтрак приготовил обед в общем все эти три раза в день готовки если погулять то чуть-чуть это недалеко потому что холодно и короче я не хочу чтобы это звучало как будто я ною я предысторию объясняю да как для меня всегда было раньше и первый год сейчас пришла осень у нас очень рано на вот я снимала влог 3 сентября его выкладывала что у нас осень пришла вот четко как наступила 1 сентября все у нас похолодало у нас начались дожди мы все ходим в куртках уже даже шапки надевали ну прям просто можно было бы раньше сказать что мрак но первый раз девочки у меня нет состояния уныния при том что точно также много не погуляешь ребенок сейчас и вот как начался сентябрь у нас сразу начались там насморки и все остальное я сама подпростыла и муж подпростыл в общем нет такого что у нас супер осень хорошая погода или наоборот осень допустим не очень но ребенок в саду и я все равно умею возможностям заниматься собой нет примерно те же обстоятельства которые были раньше мы дома например находимся много времени в будни я дома с ребенком сама ребенок кстати уже взрослый ну то есть пять лет чтобы вы понимали вот сейчас мне кажется что короче есть свои сложности и свои плюсы в общем и минусы в любом возрасте не только детском но и взрослым но если например когда ребенок маленький сложно так сформулировать короче пятилетнего ребенка на самом деле порой бывает сложнее занять чем малыша малышу дал погремушку он ей гремит через 15 минут он уже забыл какой кремел ее можно будет ну или через два часа снова дать ему снова интересно то со взрослым ребенком нужно постоянно придумывать чем его занимать я не сторонник того чтобы ребенок сидел смотрел мультики часами да мы их можем посмотреть но там 20 максимум 40 минут в день а в этом маленькая часть дня как вы понимаете и точно так же нужно готовить убирать стирать работать потому что работаю я дома например когда моему сыну было ну там по меньше года год-два-три я не работала мне не было еще дополнительной вот этой нагрузки ну как нагрузки я конечно сама могу сформировать свой день понять есть у меня время сегодня или нет но тем не менее как бы мне это интересно я этим отчасти тоже живу и мне нравится я хочу этим заниматься своей работой я имею ввиду это была одна из причин когда ребенок начал расти и начал требовать к себе больше внимания и вложение вот именно времени и силы почему я стала пропадать с ютуба потому что у меня не было времени на съемку на монтаж короче какой-то очень долгий рассказ получается мне кажется что я хотела сказать постараюсь формулировать по сути если сравнить эту осень и осень какую-нибудь три года назад например или два особо ничего не поменялось точно такая же слякоть холод дождь живем мы там же с ребенком я нахожусь дома много до выходим в сад но вот иногда бывает что не ходим сад но поменялось мое отношение ко всему происходящему и девочки если вот наверное я снимаю эту этот монолог для того чтобы может быть кому-то из вас кому сейчас сложно тяжело вы тоже с ребеночком одни вам мало кто помогает потому что бабушки моя мама к нам приезжает на выходных она у меня работает и она живет абсолютно другом конце города она не может к нам приезжать в будни сидеть с моим сыном чтобы я могла там ходить куда-то развеиваться нет мама мужа у нее тоже своих очень много дел в общем ну и мы не виделись на сегодняшний день уже полтора месяца короче девчонки если вам тяжело и вы понимаете что ситуацию именно вот обстоятельства которые сейчас вокруг вас есть вы поменять не можете работаете над тем чтобы поменять свое отношение к тому что сейчас происходит с вами поймите что даже не то что это временно я считаю это не совсем но это хорошая мысль но если так жить то такое ощущение что вы живете в ожидании чего-то лучшего безусловно станет легче но живете то вы сегодня сейчас и если сейчас находиться в состоянии вот вот завтра будет лучше то как бы ну кто его знает когда это завтра наступит и наступит ли она лучше поменяйте свое отношение к происходящему сейчас примите реальность которая вокруг вас существует выберите это своим счастьем даже так я бы это наверное назвала что я сделаю я просто поменяла свое отношение я поняла что как какие мне варианты ну какие они их других нет я все равно буду с ребенком дома сидеть заниматься дамы хорошей в общем и соответственно если я не могу поменять обстоятельства нужно поменять свое отношение к этим обстоятельствам и я выбрала то что мне нравится быть дома с ребенком мне нравится именно быть дома то есть не просто не ходить на работу да а я получаю удовольствие от того что я нахожусь дома то что я убираюсь от того что я пеку пироги от того что мы рисуем или играем во что-нибудь или еще что-нибудь мы делаем и знаете реально стало легче это наверное первая осень как я уже сказала когда у меня нет вот этого давящего состояния какой-то осенней депрессии что вот ли это закончилось все хорошее позади новый год еще только через там три месяца например его надо ждать а вот это вот надо просто пережить короче я поняла что это огромная ошибка и неуважение к своему времени думать что тебе просто надо что-то пережить что ой лишь бы там прошли эти месяцы или дни или еще что то и реально становится счастливее жить когда ты просто пересматриваешь свое отношение я выбрала то что я люблю убираться девочки если бы вы знали я не люблю убираться но я понимаю что какой у меня есть вариант другой сейчас мне не другого варианта типа там нанять домработницу или еще что то я вообще не знаю понимаете о чем я говорю или нет мне кажется такой сумбур но мне почему-то захотелось сесть и поделиться тем что вот у меня внутри как-то вы говорится что ли возможно кто-то меня услышит поймет и будет это полезно просто поменяйте свое отношение к происходящему выберите свою реальность для себя осознанно из выберите ее счастливой что именно в этих обстоятельствах можете быть счастливы что не судьба вас заставляет например сидеть с ребенком целыми днями одной а это ваша счастливая жизнь вы находитесь дома со своим ребенком вы можете создавать уют вы можете не знаю творить читать рисовать готовить играть с ним развивать его находить часочек на себя вечером либо когда малыш спит смотря там какой у вас ребенок сколько лет какой график в общем просто наслаждайтесь каждым днем девочки даже если это дождливая осень как у нас например вот сегодня у нас солнце но это просто но один из первых осенних дней но не самый единственный но прям по пальцам можно пересчитать когда у нас в этом году за окном солнце нас очень очень пасмурно и дождливая осень в этот раз но при этом я чувствую себя очень гармоничный вот поделилась с вами такими мыслями я вышла собрать сырье для поделки вот набрала листики надо еще похоже от этих будет вот а вообще конечно неприятная ситуация потому что у нас во дворе люди имеют привычку выгуливать своих собак и вот так вот собирая листья можно наткнуться на что-то ну понятно в общем на что я не буду вам показывать вот нужно набрать каких-нибудь красивых ой какой хорошенький то что-то все желтые вот хоть какой-то красненький листики и пойти не так тепло оделась просто в толстовке и джинсах и мне маленько прохладно только не мимо молодец тихонько сынок это перчу будто перчишь ну давай еще нам нужно 100 400 грамм вот если ручкой дали что это уже не вес лимона а вес твоей руки у нас мак от которого идет пар 7-4 это какая цифра если 7-4 настряло тесто башки и сейчас еще добавим яйца очень хорошо это становится на тесто больше похоже аккуратно что вот наш пирог который мы сейчас будем ставить духовку по моему минут на 40 что ли на посмотреть рецепт на самом деле это по сути кекс большой я бы скорее это так называла то есть это большой кусок будет тесто просто очень вкусного вот ну и как бы не сильно конечно это полезно потому что много теста но честно говоря это вкусно маково-лимонная выпечка это вкусно вот еще сверху сделаем лимонную пропитку вот наш готовый пирог маковые то что он потрескался это ничего страшного абсолютно он пропёкся это самое главное тесто на пальцах откуда а это я все-таки сделала пропитку успела раз быщу делать я думаю мама меня поймут а работающие мама тем более поймут когда ты хочешь успеть все и сразу я хоть и дома не хожусь но я просто работаю дома поэтому меня все равно дел очень много помимо того чтобы приготовить развлечь развить поэтому да крутимся в общем сейчас вот так вот зубочисткой сначала проткну очень много раз пирог чтобы сироп как можно больше впитался и потом ложечкой буду вот так вот брать и просто поливать здесь сок лимона цедра лимона сахар и я добавила еще чуть-чуть воды потому что мне показалось что меня мало сока хотя наверное я сделаю это зря мне кажется теперь очень много этого сиропа но все равно это хорошо я поняла что я очень давно не рисовала сейчас сделаю заготовку для нашей осенней поделки с сыном решила сделать и столько девочки пересмотрела в интернете и на пинтересте всяких осенних декоров и украшательства хочется дом весь вообще украсить из разукрасить не знаю всякими вазочками подсвечниками но из того что можно сделать с ребенком идеи как бы есть но не все короче мне нравилось эстетически я увидела прикольных ежиков я вставлю наверное где нибудь с картинку рядом на экране что я имею ввиду и как-то одно за другим сначала прям хотелось сделать просто ежиков точно таких же а потом мне пришло в голову чуть-чуть подключить фантазию и я решила сделать жар птицу вот это вот часть будет разукрашена либо вот начиная отсюда либо хвост мы будем выклеивать так вот листочками которые они собирала сейчас я сделаю поярче контур мы разукрасим и и просто карандашами и будем клеить хвостик потом надо отвести это в сад в общем на данном этапе это выглядит вот так мне нравится особенно мне нравится вот это перышки здесь в принципе тоже неплохо сейчас уже примерили наши листики которые выглядят как после боя какого-то но это не грязь это просто не отмывается я все мыла тщательно короче сейчас будем аккуратненько уже примеряли уже видны следы будем приклеивать должно быть красиво как-то я это все так разложила первый раз удачно что ну вот это вот я отрежу под корешок так сказать чтобы вот так вот как-то это все будет спускаться будет такой павлиний можно сказать хвост такая птичка ну что вот наше совместное творчество карандашная часть моя листья при клеевал сын ну я там направляла понятное дело чтобы это выглядело наиболее гармонично вот такая вот птица у меня на фоне железная дорога во все играет в общем такая птичка мне если честно очень нравится я вообще так соскучилась по рисованию прям такая это медитация реально арт-терапия надо почаще практиковать и